Доброе утро! В эфире телеканала РТС наидобрейшая программа «Утро Хакасии». Сегодня 10 октября и этот вторник. Вместе с вами встречаем мы Иван Тинников и Ольга Баргаякова. Просыпаемся и улыбаемся. Спонсор нашего выпуска – салон женской и мужской одежды «Хэппинес». Ваш помощник в создании неповторимых образов. Ваня, а я сегодня буду твоим помощником в создании хорошего настроения. Вот приготовила специально зеленый чай. Зря, что ли, у нас чайник стоит. Оль, ты такая заботливая. Действительно, у нас для чайной церемонии уже все готово. Но ты знаешь, я с утра уже выпил кофе. А между прочим, зеленый чай нисколько не уступает кофе, в чем-то он даже лучше. Ну, я, конечно, наслышан о пользе этого зеленого напитка. Но, например, чем он сроден с кофе? Например, тем, что содержит минералы, которые хорошо влияют на иммунитет. Еще в нем есть антиоксиданты и тот самый кофеин. Так что пьем бодрящий зеленый чай и смотрим нашу рубрику «С приветом». Кстати, к нам поступил видеопривет от талантливого земляка, прославляющего этнокультуру Хакасии без преувеличения на весь мир, Руслана Ивакина. Сценический псевдоним которого – Гуру Де. Дорогие земляки, всем огромный-огромный привет из Праги. Желаю всем вам счастья. Больше путешествуйте, познавайте разные культуры, учите разные языки. Всем добра и счастливых событий. Передать приветы с экрана телевизора можете и вы. Отправляйте смс на короткий номер 4647. В начале сообщения не забудьте написать слит на «Утро РТС». А лучше записывайте видео поздравления и приветы, присылайте на наш номер. Мы есть вайбер и ватсап. Все ваши послания войдут в эфир «Утро Хакасии». Оль, ты только себе представь, 200 детей. Что, где-то детский сад открылся? Нет, это так перинатальный центр работает. Всего за 23 дня работы в этом уникальном учреждении на свет появилось 200 новорожденных. Это же просто здорово! Там и современное оборудование, и лучшие специалисты. Кстати, у них в гостях побывала Анна Ахпашева. Давай посмотрим сюжет. Доброе утро! Сегодня мы впервые в гостях в новом перинатальном центре Хакасии. Здесь уже несколько дней работает консультативно-диагностический центр, который оказывает помощь женщинам со всей республики и не только. Давайте знакомиться. Хотела бы вам представить у нас одно из новых направлений – это гинекологическая эндокринология, которая сейчас консультируется практически вся республика Хакасия по нарушению менструального цикла, по климактерическим проявлениям, особенно сопровождающимся различными вегетативными нарушениями. Доктор ведет высшей категории, Скакалина Алена Альбертовна. Давайте я вас представлю. Проходите, пожалуйста. У нас врач, один из самых лучших и перспективных докторов. Скакалина Алена Альбертовна занимается этим направлением уже в районе 5 лет. То есть уже работает давно, имеет огромный стаж, опыт и пользуется заслуженным доверием в коллективе. Принципиально новым для нашего учреждения явилась закупка современнейшего маммографа. Мы все знаем, что патология маммолочной железы, особенно онкологическая патология, сейчас находится на первом месте среди онкогинекологических заболеваний. Это, конечно, очень печально, потому что это видимая патология, доступная для визуализации, доступная для осмотра, но составляет одно из ведущих мест по именно распространенности. Поэтому, конечно, полноценное обследование молочной железы как УЗИ, так и маммографии позволит нам улучшить данные показатели в Республике Хакасия. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы представить нашего доктора Хандер Лаевна, перспективный молодой доктор, который занимается у нас рентгеновской диагностикой уже не первый год. Татьяна Александровна, расскажите о принципиальном отличии оборудования нового. До этого в нашем учреждении не было в принципе маммографа, но на данном этапе у нас имеется именно компьютерная обработка рентгеновских снимков, которых позволяет увеличить снимок молочной железы до достаточно больших размеров и полноценно его описать, и полноценно выявить патологию вплоть до мельчайших деталей. Это очень важно и должно увеличить диагностическую способность в принципе маммографии. Это лишь те немногие специалисты и направления, о которых мы успели рассказать в рамках одной рубрики. Обещаем, в новый перинатальный центр мы приедем еще не раз. Здесь действительно есть что показать. Сегодня, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. Подсчитано, что депрессией в мире страдают 26% женщин и 12% мужчин. Ну, конечно же, приятно, что мужчин в этом списке меньше, но тем не менее цифра все равно большая. К этой статистике пагубную роль, конечно же, добавляют интернет и постоянное пребывание в соцсетях. В зависимости от гаджетов одна из причин неврозов. Там люди зачастую прячутся от окружающего мира. Так что не сидите в соцсетях круглые сутки. Лучше смотрите нашу рубрику, ну и блог с ними. В этот день все мы занимаемся различными делами. Кто-то восстанавливает силы после тяжелого воскресения. Ну а нам пора заменить обои на жена в квартире. А чем сегодня занимаетесь вы? Выкладываете свои фото и видео работы в инстаграм с хештегом утрохакасии? Ну а мы сегодня вечером заглянем в инстаграм и отметим сердечки на все работы с данным хештегом. Сегодня к нам в гости пришла мама Куала Юлия Витюгова. Недавно она вернулась из Москвы, где передавала корону слинга мамы России. Доброе утро, Юля. Доброе утро. Доброе утро, Юль. В прошлом году вы стали победительницей всероссийского конкурса слинга мам. Все верно? Да, все правильно. У нас есть видео, и я предлагаю вспомнить, как это было. Я ни разу не участвовала ни в каких конкурсах, ни в конкурсах красоты, ни в подобных. Поэтому для меня это был определенный выход из зоны комфорта. Было ощущение чего-то нового, чего-то такого удивительного и невероятного. Юлия, скажи, тяжело далась победа? Честно, не очень. Не очень тяжело, достаточно легко. Я была спокойна, уверена в своих силах. Конечно, до последнего я сомневалась, смогу ли. Особенно, когда познакомилась с девчонками, с участницами, с финалистками, с другими. И видела, что каждая из них достойна, что она классная, она молодец. Ну, многие конкурсантки были с детьми, у них в слингах висели малыши, чьи это были дети, и их там раздавали. Я скажу больше, все конкурсантки были с детьми, а некоторые даже не с одним, а с двумя и с тремя. Юль, скажи, а почему именно слинг? Ну, вот на моей памяти, допустим, нету конкурсов по правильному катанию детей в колясках. Чем так полезен, возможно, именно слинг? А дело в том, что мама, которая носит ребенка в слинге, она определенный тон задает, да. Это не просто мама, которая вышла во дворик и во дворе вот в этих 15 метрах вокруг дома гуляет с ребенком. Это мама, которая предпочитает активный образ жизни. Она примотала ребенка к себе в слинг и пошла заниматься какими-то очень-очень важными делами. Поэтому и конкурс, соответственно, придуман как раз для таких мам, которые умеют вдохновлять, которые показывают пример, как можно жить в декрете, но при этом не оставаться в четырех стенах. Юль, ну ты настоящий сенсей в искусстве владения слингом. Вот, естественно, у меня двое ребятишек, и я за все время не смогла его до конца своей. То есть я умею банально класть ребенка лежа. Вот скажи, как его освоить, вот эту вот, казалось бы, тряпочку, но она на самом деле очень сложная. Для того, чтобы примотать ребенка в слинг, нам нужен ребенок. И нам нужен слинг. Самый популярный слинг – это слинг-шарф. Вот такой вот он длинный. Длинный, да. Итак, мы берем слинг-шарф. Это один из самых универсальных видов слинга. Длина 4,7 метра. Длина тоже универсальная. Используется чаще всего мамами, особенно начинающими. Одно полотно закидываем на одно плечо. Второе полотно закидываем на противоположное плечо. У нас получился кармашек. Ребенка берем правильно, так, чтобы пальчиками придерживать шею, головку ребенка, особенно если он еще голову не держит. Кладем ребенка на плечо, попочка на уровне лица, ловим малыша за ножки и опускаем в кармашек. Теперь важно ребенка усадить в правильную позицию, в М-позицию, когда коленки выше попы. Итак, начинаем подтягивать. Одно полотно подтянули, второе полотно подтянули. Все, теперь можно спокойно завершать намотку. И все, завязали на два узелочка сзади. Ну, знаешь, Юль, меня больше всего, конечно, волнует вопрос безопасности. Не мешает ли нормальному развитию ребенка подобные позиции? Что касается безопасности, да, скажу сразу, ребенок в Слинге находится в абсолютно безопасном положении. Если, конечно, он примут, он правильно. Юль, ну вот в этом году проходил второй уже по счету конкурс среди Слингмам. Ты там принимала участие в качестве члена жюри, и у тебя была почетная миссия передать корону, да, как бы этого не хотелось? Да, девочки пригласили меня еще принять участие в качестве организатора, в качестве жюри я там присутствую, да, передавала корону. Ну, не то чтобы передавала, я надевала на голову новой победительнице новую корону. Мою корону мне оставили при мне, да, а я из Хакасии привезла новую красивую хендмейд-корону, которую сделала Олеся Попова, наша рукодельница. Очень красивая, просто нереально. И при этом сделана из кусочков слингов. Юля, а как считаешь, имеет ли место быть в следующем году, в следующем конкурсе такой номинации, как Слингапапа? Как мужчины реагируют на подобное? Да, между прочим, мы с организаторами это обсуждали, и даже поступали предложения о том, чтобы такую номинацию сделать. И, кстати, вот как раз в тот год, когда я участвовала, Слингамама, я не помню, какая была номинация, в общем, ее вручили не маме, а папе. То есть папе, который помогал своей жене участвовать в конкурсе. Ну, спасибо, Юль, за интересную беседу. Я думаю, что мастер-класс пригодится нашим молодым мамам. Тебе желаю удачи, успехов во всем в твоей деятельности обширной. Спасибо. Банк России планирует перенести открытие вкладов и продажу страховых полисов в специальные интернет-супермаркеты. Не нужно будет никуда ходить. Сидя на месте, зашел в супермаркет и машину застраховал, и денежки надежно пристроил. Да, это, безусловно, очень удобно, но я бы поставила под сомнение безопасность такого шопинга. Все-таки пока нет стопроцентного доверия к интернету. Ну, ты знаешь, там не все так просто. Каждая организация должна будет пройти госрегистрацию. Но и я думаю, что какую-то законодательную базу обязательно продумают. Не будем гадать. Посмотрим, что происходит в республике и стране. В Хакасию ожидается приезд легендарного Николая Валуева. Спортсмен сыграет с шахтерами и детьми из Черногорска в футгольф. Молодой вид спорта, только набирающий в нашей стране обороты. Первый в истории республики турнир по футгольфу пройдет в субботу, 14 октября, на стадионе «Шахтер» в Черногорске. Начало в 11 часов от свободной. В Госдуме задумались о платной постановке на учет домашних животных. Законопроект определит, каким образом будет осуществляться платная регистрация кошек и собак. По мнению зоозащитников, отсутствие регистрации позволяет недобросовестным владельцам выбрасывать домашних питомцев, а также уходить от ответственности в случае, если животное нанесло какой-либо ущерб. Напомним, по данным в ЦИОМ, владельцами кошек или собак являются около 60% россиян. В республике может появиться ледовый дворец. Об этом шла речь на встрече главы Хакасии с инвесторами, которых заинтересовал этот крупный проект. У региона есть все шансы возвести подобное сооружение на условиях частного государственного партнерства. Представители фирмы «Арена», которая занимается возведением подобного рода сооружений, рассматривают вопрос о строительстве в Абакане многофункциональной ледовой арены с фитнес-центром, раздевалками, хостелом для команд, кафе и тренажерным залом. Проектно-сметная документация уже готова. В Хакасию поступили 39 тысяч доз противогриппозной вакцины «Совигрипп» для иммунизации детей. В настоящее время проводится распределение вакцины по детским поликлиникам и медицинским кабинетам школ и детсадов. С учетом ранее поступившей вакцины, бесплатные прививки против гриппа получат 75 тысяч детей. Напомним, в республике пока сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ. Напомню, спонсор нашего выпуска сегодня – салон женской и мужской одежды «Хэппинес». Ваш помощник в создании неповторимых образов в любое время года. Торговый центр «Микс-Сити», второй этаж, салон «Хэппинес». Оля, дыши глубоко. А что случилось? Не пугайся, не переживай, ничего не случилось. Ты не поверишь, я просто беспокоюсь о твоем мозге. Уже давным-давно известно, что нейронам нужен кислород. И как раз-таки его нехватка может спровоцировать ухудшение мозговой активности и вообще повлиять на память. Ну, у меня-то с памятью все в порядке, в отличие от золотой рыбки, которая помнит лишь последние три секунды. Ей бы твоя забота не помешала. Ну, ты знаешь, про рыбок это не более чем заблуждение. На эту тему проведено уже уйма исследований. Правда, данные в них разнятся. Согласно некоторым, рыбки способны запомнить последние шесть дней своей жизни. А в Великобритании ученые вообще считают, что до трех месяцев. Но это говорит лишь о том, что мир, окружающий нас, богат и разнообразен. И его необходимо изучать пристально и внимательно, чтобы не прослыть белой вороной. Так что давайте прямо сейчас посмотрим рубрику Юлии Константиновой, которая расскажет, как таки заботиться о четырехлапых питомцах. У этих четвероногих малышей еще нет имени, но комплексная прививка уже есть. Строго по графику, в оптимальной дозировке, качественной современной вакцины. А красавице Ане, точнее, от сельхов Арнет, чемпионки России среди немецких овчарок, пора принимать витамины. Осень, сезон линьки, состояние кожи, густоту шерсти восстанавливать – самое время. 30 секунд и пора на выход. Аня испугаться-то по-настоящему не успела. Ветеринарный врач клуба «Фауна Элита» к пациенту каждому найдет подход. Ветеринарные врачи с кинологическим образованием еще плюс. Они знают, как принять роды, как вырастить щенков и котят, потому что они непосредственно сами еще являются и заводчиками, и кинологами. Еще и дрессировкой занимались. То есть они со всех сторон эту сферу знают. Надо отметить, братья наши меньшие страдают от тех же болезней, что и люди. Это может быть обычная простуда, запущенный бронхит, пневмония с осложнениями. Или, не дай бог, диабет, гепатит, онкология, не говоря о бешенстве, чуме, эндерите. В общем, профилактика животным, как и нам всем, необходима. Сегодня у Кузьмы профилактический прием. Он приходит у нас раз в год. А на профилактическом приеме мы осматриваем общее состояние животного. Шерстный покров осматриваем. То есть у Кузьмы с этим все отлично. В хорошем состоянии ушки. Их требуется проверять регулярно. На зубках небольшой налет. Мы снимать будем его с помощью ультразвука. Потому что кошки чистить зубы не дают, не нравится эта процедура. Зато послушать легкие сердцебиения беспородный красавец дает охотно. Не сопротивляется и следующий пациент. Хотя ультразвуковое исследование. Процедура не из приятных. У нас у единственных это цветной доплер, где мы можем посмотреть кровообращение органа. То есть помимо структурных изменений, которые мы видим на любом аппарате, при любом разрешении, здесь существует еще дополнительная функция. Мы можем распечатать снимочек при необходимости. Мы можем сохранить его на диск. То есть если есть желание у людей, у владельцев, ну для себя, для карточки, для картотеки. В клинике широкий спектр услуг. Есть своя лаборатория, операционная. Работает рентгеновская установка. Чтобы не было собак с дефектами задних конечностей, Российская кинологическая федерация, помимо родословной и выставочной оценки, обязала заводчиков получать сертификат на дисплазию тазобедренных суставов. Для того, чтобы собака пошла в племенное разведение, необходимо обязательно сделать снимок. Это обязательно у породы немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка. Мы делаем снимки рентгеновские, затем составляем сопроводительный документ и направляем в Москву. Впрочем, предварительный диагноз врачи клиники могут поставить сами. А еще индивидуальное клеймо на внутреннюю поверхность уха или вот такой электронный чип с использованием самых современных микросхем. Чип – это вводится определенный в такой стеклянной колбочке номер, который можно на границе поднести сканер, прочитать и сопоставить с документами, чтобы не было подлога. То есть сейчас во всем мире уже переходят как бы с клема у животных, переходят на чипы. Подберут в специалисты клиники четвероногому питомцу подходящий корм, ошейник по размеру, новую игрушку. Ассортимент хороший, сами врачи, ветеринары очень хорошие. Мне нравится, как у меня сибирская хаски. Зовут ее по документам леди мира, но просто я называю мира. Мы здесь с самого первого раза и по рекомендациям, то есть заводчики порекомендовали именно сюда обратиться. За хорошим советом, качественной консультацией и любой практически помощью от вызова зоотакси до самой сложной операции. Так что если ваш любимец приболел, из носа потекло, изменился голос или аппетит пропал, шагом марш в ветеринарную клинику при клубе любителей животных «Фауна Элита». Ваня, ты в детстве ничего не коллекционировал? Ну, ты знаешь, здесь мне похвастаться нечем, но разве что вкладыши от жвачки. Ну и зря. Некоторые коллекции оцениваются в сотни тысяч долларов. Хотя настоящие фанаты ни за что не расстанутся со своей коллекцией. Как герой нашего следующего сюжета, житель Силабея Александр Франц. Да, ты знаешь, он никогда особо-то и не афишировал свою коллекцию, хотя зря в ней больше тысячи значков. Одними из первых ее увидели и наши корреспонденты. В последний раз я насчитал 1056 штук. Ну, сейчас часть из них могла сломаться. У меня там дома есть под реставрацией, так будем говорить. Потому что они старые и булавочки отлетают, поэтому приходится как-то их приспосабливать, делать. Начал я еще, поступив в техникум в 1972 году, и там как бы, ну, началась эта небольшая моя затея. А потом больше, 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 больше. В конечном итоге, вот до 90-х годов у меня было все нормально. В основном, вот эта коллекция, она состоит из старых значков, очень много здесь значков. Посвящены именно Олимпиаде 80, которая проходила в городе Москве в 1980 году. Я в то время был еще молодым специалистом, комсомольцем, и по путевке райкома комсомола был в качестве зрителя на Олимпиаде 80. Вот там я очень много приобрел значков. У меня нету определенного, что, допустим, вот футбол или волейбол что-то найти, да? Вот знаете, вот я вот возьму еще, покажу, вот этот маленький бампилочек. Он чем дорог? Вот старинные значки, они все были, как бы сказать, залиты глазурью. Теперь такого нет. Теперь просто штамповка и все. Вот эти, вот эти, конечно, значки, они ценные. Но они будут, вот значок ГТО, вот посмотрите, какой он симпатичный. Как его можно сравнить с современным? Да никак не сравнишь, ни за что. Вот передо мной, вот здесь вот, их даже четыре, будем говорить, таких, это не медали, а копии, копии медалей. Да, самое ценное, я считаю, что вот передо мной, значит, это Олимпийские игры 1928 года, Амстердам. Копия бронзовой медали, как бы, но она ценна тем, что во всяком разе мне она нигде не попадалась. И сколько вот я не разговаривал с друзьями, спрашивал у коллекционеров, такого экземпляра действительно и нет. Ну, я не знаю, может быть, в Хакасии и есть любители, вот именно спортивных значков. Ну, во всяком разе, я ни с кем никакой связи не поддерживаю из коллекционеров. Ну, просто, может быть, не пришлось ни с кем встретиться. Я сильно, я тоже свою коллекцию эту не афишировал, за исключением того, что вот, наверное, года два назад сюда меня пригласили в школу, я ребятишкам показывал. Я бы вот так хотел сказать, коли у меня внуков пока нет, не определился. Если будет внук, внук, так будет возможность постараясь ему привить любовь и передать. Если у меня внука не будет, значит, это все будет передано в музей. Субтитры создавал DimaTorzok Окей, город, почему он начальник, а я нет? Почему он начальник, а я нет? Может, ему повезло больше? Ну, тут каждый свою судьбу строит сам. Значит, у него больше было возможности быть начальником. Значит, ты на что учился, то и у тебя не будет. В это холодное октябрьское утро вам поможет согреться горячий зеленый чай и музыкальный подарок от нашего талантливого земляка Гуру Дэ. Руслан Ивакин прямо со сцены Кремлевского дворца. Кремлевского дворца Кремлевского дворца. Кремлевского дворца. Продолжение следует... Продолжение следует... На этой бодрой музыкальной волне хочется пожелать всем хорошего и продуктивного вторника. Улыбайтесь больше и не забывайте, встречаем вместе каждое утро на телеканале РТС. Каким бы роскошным и умопомрачительным не был ваш гардероб, в холодное время года на улице вы сможете продемонстрировать только верхнюю одежду. Именно поэтому сейчас самое время приобрести обновку. Хорошая новость для любителей ретро. В тренде фасоны из далеких 70-х, а также вариант оверсайз. Если же вы хотите подчеркнуть тонкую талию, воспользуетесь широким поясом на пуховике. Именно такие тенденции демонстрируют ведущие мировые подиумы. Теплый мех – неизменный фаворит, как и невесомый пух в составе утеплителя. Подобрать верхнюю одежду на любой тип фигуры вы сможете в магазине «Хэппинес» в торговом центре «Микс Сити» на Чехово 122А. Продолжение следует...